МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет! Это программа Кино в деталях, и я ее ведущий Федор Бондарчук. Смотрите сегодня выпуски. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Их познакомил Оскар. Или с чего началась дружба двух маститых режиссеров-конкурентов? Наше сотрудничество началось с того, что вот этот парень снял «Властелин колец», а я потом вручил ему за это Оскара. Но не самая простая ситуация для знакомства. Ольга Кузнецова выяснила, что принесла им обоим эта дружба. Драйвовый парень! Я всегда хотел сыграть супергероя, но эти роли доставались другим, и вот представилась возможность. Самый популярный актер из поколения голливудских 30-летних Райан Гослинг сегодня в рубрике «Люди в Голливуде». Сказка за сказкой. Или почему в нашей Раше Баба-Яга вдруг стала топовой моделью? Наша душа просто просит, потому что не можем смотреть только на трансформеров. Полчаса, и ты станешь полным идиотом. Екатерина Силаева выяснила, что сказочное кино стало модным российским кинотрендом. Прикинулся Иваном Дураком. Сергей Безруков выпускает на экран свою реальную сказку. Вспомните себя, рассказывающего сказку. Вы наверняка не говорите на тему «Жил-был Покемон». У него был друг Дарт Вейдер. Кино в деталях в гостях у сказки. Или сказка у нас в гостях. Мне, как продюсеру, мне было очень важно, чтобы нас отразделяли Иван Дурак и Василий Спремуд. Ну, конечно, это вот семья Безрукова и Ременья Сергея Безрукова. Сегодня у нас в гостях человек, который переиграл добрую половину гениев. И над достигнутым останавливаться не собирается. А еще он, оказывается, отличный сказочник. Сергей Безруков в студии программы «Кино в деталях». Сереж, спасибо, что пришел ко мне в гости. Всегда страшно рад тебя видеть. Года два тому назад, даже на гильдии кинопродюсеров, обсуждая. Ну, а что будем снимать? Что сейчас востребовано? Что... Давайте сейчас сосредоточимся и будем понимать, поймем, что нужно аудитории. Молодежные комедии. Да, да, молодежные комедии. Точно, это беспроигрышные варианты. Их нет, их ждут и так далее. И ворохом просто вал этих молодежных комедий. Обязательно большими буквами. Молодежная комедия. И так далее, и так далее. Сейчас смотрю у меня на столе сценарии сказки, сказки, сказки. Президент сказал по поводу того, что нет сказок. А я подписываюсь под это. Сказок действительно нет. Поэтому, зная то, что ты и продюсер, и автор сценария, и исполнитель главной роли, и как бы все это от тебя идет. Во-первых, почему сказка? Что это за проект? И что происходит сейчас? Что касается проекта, возник он, как раз, в то время, когда еще не было вот этого ажиотажа, когда не было слов президента по поводу сказок, когда действительно мы с режиссером Сандрюшкой Марматова сели, и вот это вот состояние отсутствия детского кино, потому что есть действительно молодежное кино, его в огромном количестве много, детского кино как не было, так и нет. Но детки, это какие детки? То есть сказка, это совсем, то есть 7 лет. Мы провели фугус-группу, и у нас получилась аудитория очень хорошая, как раз той самой аудитории каникулы, это Папа-Мама 7-12. Плюс, естественно, и взрослые дети, отчитываем с 25, если придут со своими родителями, тоже посмотрим, им тоже будет интересно. Направление этой сказки, оно современное, компьютеризированное, или что это? Пришлось придумывать историю, я ее придумал, историю, которая лежала на поверхности. Все о ней говорили, но никто за это не брался, потому что вроде как бы на поверхности лежит, да, это прикольно, это здорово, но никто не брался. Вот, и я придумал, что сказочные персонажи живут среди нас. Это никаким образом не осовременивание истории. Это русская сказка, которая умерла. Все русские сказки, они, в принципе, умерли, потому что их уже не читают, про них кино не снимают. Про них еще немножко... Мультфильмов нет? Есть, слава богу, еще старые мультфильмы, есть новые мультфильмы, еще более-менее живые, там, я не знаю, там, про трех богатырей, про Алеша Поповича, Тугарин, то есть это еще живо. В театре еще более-менее там идут аленькие цветочки, еще что-то наподобие этого, чуть-чуть осовременен, но еще есть. А востребованы они? Что касается, востребованы, я навел справки, оказалось, что даже у Деда Мороза, я вот одного Деда Мороза спросил, он сказал, ты знаешь, Серега, в принципе, когда мы создаем некую историю для Нового года, мы используем, конечно, какого-нибудь спайдермена для затравочки, но все равно спускаемся к нашим любимым, которые сидят как генетический кот. Вспомните себя, рассказывающего сказку. Вы наверняка не говорите на тему «Жил-был покемон». У него был друг Дарт Вейдер. Думаю, навряд ли вы будете играть на этом поле, потому что вы не шибко разбираетесь. Жил-был покемон, я у тебя украл. А у него был друг... В тридевятом царстве, в тридевятом государстве жил-был покемон. Где царем был Дарт Вейдер. В принципе, они реальные цари в нашем мире, да и ты Дарт Вейдеры. Но все равно, так или иначе, начинаем использовать в тридевятом царстве. Все равно вернемся к Ивану Дураку, к Бабе-яге, потому что это то самое, что в тебе сидит, и то, что ты раз достал быстренько, так из-за гашничка. Мы любим эти сказки. И это как раз меня сподвило к тому, что я придумал сюжет, что сказки действительно стали не нужны, как-то на них не обращают внимания. Кощей победил во всех сказках и выступил таким спасителем, который объявил им всем, я вас переведу в мир людей, но вас никто не должен знать. В противном случае, ничего личного. Я вас переведу в мир людей. И кто как устроился. А Кощей устроился хорошо, потому что у него есть деньги. Поэтому, конечно, он создал корпорацию «Русский Веп». Это просто Борис Эдуардович Кощиев. Просто Кощиев. Он стал Борис Эдуардович Кощиев. А Борис Эдуардович? Ну, он просто вот, он стал таким Борисом Эдуардович Кощиев. Великолепно сыграл его Леонид Ермольник. Просто Леонид потрясающий. Это сделал очень тонко. Это не зло в том понимании. Вот теперь Кощей пугает. Нет. Это нормальный человек, который устроился в этом мире. Это его мир. Он зарабатывает деньги. Он помогает старикам, инвалидам. У него есть благотворительный фонд. Он занимается... То есть, вполне возможно, что сие является прикрытием. Ну, мы же не обсуждаем эти темы в нашем обществе. Мы разбираемся. Может быть, этот Кощей... Нет, мы говорим, он не Кощей. Но детки 7 лет это поймут. Дело в том, что сказка получилась... Базовый капитал. Действительно, для взрослых мы не произносим слово «базовый капитал». Все это довольно-таки забавно и интересно происходит в нашей сказке, потому что узнаваемые персонажи. Иван Дурак, который бывший десантник. А кто он в этой жизни? Он устроился, он пришел в этот мир, прошел горячие точки. Но он остался. У него вот здесь вот наколка ВДВ. Но он Иван Дурак. Он жует семечки. Он Иван Дурак. Их нужно перенести в сказочный мир. Обязательно. Они не люди. Они то, во что люди должны верить. И спаситель является мальчик. 14-летний пацан. Кто играет? Максим Шибаев. Очень хороший артист. Очень органично. Очень тонкие. Очень хорошие глаза. Замечательный парень. Который является как раз тем самым главным героем, который поверил в чудо. А история такова, что Кащей уничтожает финалы сказок. Он стирает самую главную информацию. Как его убить? Поэтому в библиотеках уничтожаются книги. С помощью своих людей он уничтожает. Как убить Кащей? Никто уже не помнит. Но осталась одна книжка у бабойки. Она ее подкладывает. Девочки. А у нее есть брат. Девочка прочла финал сказки и пропала. Интересно. Основный сюжет. Основный сюжет. Взрослый. А чудеса технические чудеса есть. Есть шапка-невидимка. Есть все, что как раз мы знаем по тем самым русским сказкам. Все это есть. И сказочный бой. Все превращения. Все это есть. «Гарри Поттер» и «Книга мастеров», «Король лев» и «Шамаханская царица». Сказочные персонажи отвоевывают место в нашем прокате. В гостях у сказки побывала Екатерина Силаева. Здравствуйте. Василиса Прекрасная. Премудрая. Александр. Чтобы сказку сделать былью, Сергей Безруков разве что душу дьяволу не заложил. Работа над первым продюсерским проектом у «Солнца русского кинематографа» вставала раз за разом. Не было денег. Главный актер так стремительно и так не кстати взрослел. Прокатчики в ответ на все вопросы лишь наводили туман. Почему? Безруков недумевает. Тяжело, когда в тебя не верят. Да? Ну, сами посмотрите, что идет в кинотеатрах. Детских продукций много. Только она не наша, не отечественная. Замечательно, хорошая технология, потрясающая. Но когда я увидел Чебурашку, я чуть не заплакал. Чебурашка. Вызвал меня восторг. Он один, буквально один был. Среди изобилия тех самых персонажей, которые, они те, они западные. В отсутствие перспектив он даже собирался устраивать показы в школах. Для чего, конечно, нужно обладать оптимизмом Иванушки-дурака. Но злые чары развеялись. Реальная сказка выходит на экраны. А супруга Сергея даже не успела выйти из роли школьной учительницы Василисы Премудрой. Наша душа просто просит, потому что не можем мы смотреть только на трансформер. Сейчас я смотрю, для людей главное одеться из последней коллекции и соответственно, да, битва платьев там. Я не знаю, одеться как на обложке. Но при этом никто не говорит о девичьей чести, о порядочности, о том, что девушка должна быть скромной, доброй и умной, а не вульгарной. Направо пойдешь, в дидактику впадешь. Налево пойдешь, господдержку потеряешь. Пока наше кино топталось на перепутье, грянул кризис. От реальности не убежать. В мире сказок, как известно, тоже любят булочки. Кино – это индустрия, это не благотворительная ситуация, да, вполне себе бизнесовая, как говорят на сленге. А это папаша, который тоже не верил в сказку. Хотите конфетку, а? Еще пару лет назад идея снять кино для детей приравнивалась к крестовому походу за синей птицей. Но, судя по количеству сказочных релизов в этом сезоне, бизнес как по волшебству пришел в себя. Про качество говорить пока рано. Фильм «Сказка есть» эксплуатирует модный формат. Четыре новеллы от молодых режиссеров, объединенные общей темой и героями. Актриса Лиза Боярская примерила на себя пока еще незнакомую роль. Действительно, мне вложили огромное живот. Я играл беременную маму. На девятом месяце, уже практически на сносях, мы выбираем люльку нашему будущему ребенку. Есть гипотеза – новое поветрие – результат бэби-бума нулевых. Мол, у молодой киношной братья подросли собственные дети. С моим набором детей не участвовать в детских сказках – это просто преступление. Владимир Крестовский – скромный шелкопер небесной канцелярии в фильме «12 месяцев. Новая сказка» Дениса Елеонского. Сказка, конечно, старая, хоть и на новый лад, зато родная. А заморские артист не жалует. Полчаса и станешь полным идиотом. Я, по крайней мере, когда начинаю смотреть, я посажусь с ними с телевизора, они что-то смотрят, какой-нибудь Барби или еще что-нибудь. Я реально начинаю смотреть, переживать что-то. Мне жена говорит, «Эй, ты чего? Ты чего смотришь?» Я говорю, «Ну вот». Это такая гипнотическая немножко история. Можно сколько угодно делать вид, что у русской киносказки особый путь. Но любой разговор на эту тему сводится к тем, кто раз за разом делает миллионную кассу. Тем, чье имя не называют. Или все-таки называют. Нет никаких таких опасностей сверху, что вот они снимают Гарри Поттера. Ну, как-то мы будем снимать. Я говорю, что мы будем там Гарри Поттера русского снимать. Не надо ни с кем соревноваться в этом смысле. Она просто снимает для детей. Кстати, крутой замес русских сюжетов на голливудских дрожжах наш зритель уже попробовал. На первый российский проект «Диснеевской дочки в России» – «Книгу мастеров» подписались лучшие актеры. От Лея Хиджаковой в роли Бабы-Яги до Артура Смальянинова, каменного воина Янгула. Опять свою араву привел Янгул-воин. Учти, у меня еды нету. Мы не с пустыми руками. Это здорово. Это хулиганить можно. Делать что угодно. Здесь, правда, сложнее с этим. Тут American Control жесткий. Но ничего, мы тоже как-то изворачиваемся. Придумываем себе. Перетряхивать запылившихся героев из старого сундука нельзя до бесконечности. Дети нынче другие. Режиссер Екатерина Гороховская после не самого удачного дебюта с «Цветком дьявола» решил зайти с козыря, одетого в платье из петушиных перьев. Кто же откажется от сказки и от колдуньи играть в настоящую ведьму? Да и еще отрицательную роль, я считаю, что это настоящий подарок. И иногда в некоторых кадрах я просто в восторге от себя. В том смысле, насколько же я безумна там. То есть там я не сдерживаюсь. Вот я с вами сижу и сдерживаюсь изо всех сил, чтобы вас не шокировать. А там я нормально. Ничего, никак себя не ограничиваю. В волшебном кубке «Рорима Бо» есть актуальный фольклор. Ночные страшилки в лагере и злая пионервожатая. Звучит неплохо, а посмотреть, как Рената Литвинова пугает детей, даже взрослым интересно. Кто знает, вдруг чудеса случаются, и нашим режиссерам удастся превратить модную кинотенденцию в вечную классику и вновь найти давно потерянный тайный рецепт будничного волшебства, без которого сказок не бывает. Смотрите далее в программе. История о том, как повстречались Стивен Иванович Спилберг и Питер Никифорович Джексон. Вот так мы впервые и скромненько встретились на сцене Кодака перед тысячами зрителей. Не самая простая ситуация для знакомства. И что из этого вышло? Подробности у Ольги Кузнецовой. Интервью голливудских мастеров по случаю выхода приключений Тинтина для программы «Кино в деталях». Спасти нерядового Райана. Или почему врачи посоветовали любителю депрессивных ролей Райану Гослингу больше сниматься в комедиях. Если меня порой тошнит от самого себя, представляю, каково зрителям. Самый завидный жених и один из популярнейших актеров своего поколения сегодня в рубрике «Люди в Голливуде». Самая успешная и благодарная роль Сергея Безрукова. Ты играл зайчика, но я могу сказать, что такого успеха, когда за тебя реально переживают, реально болеют и говорят, дескать, там леса, там леса. И почему про остальные успешные и дорогие он предпочитает не говорить? Только не одна, три, да, любимые. Три? Дорогие. За которых ты скажешь, ох, как же я... Вот молодец Безруков, ай да Безруков, ай да... Ай да сукинца. Нет, не скажу, уйду от ответа, не скажу. Мы снова в студии программы «Кино в деталях», а у меня в гостях Сергей Безруков. А ты играл в детские спектакли? Конечно, играл. Играл в школе, играл зайчика. Конечно, но не плейбоя, потому что тогда мы об этом не знали. Это были годы все-таки 80-е, тогда еще пока не наступила эра плейбоя, эпоха плейбоя. В России. В России, да. Так что играл зайчика, но я могу сказать, что такого успеха. Когда за тебя реально переживают, реально болеют и говорят, дескать, там леса, там леса, она там. То есть абсолютно до слез переживают. Вот оно, настоящее искусство, когда идет сопереживание героям. А ты впервые как продюсер? Да, я знаю, что для тебя это как-то звучит забавно. Сергей, вы продюсер. Нет, наоборот. Потому что ты уже имеешь огромный колоссальный опыт. Просто я думал, что ты человек деятельный. И для меня дивно слышать, что ты первый раз продюсер. Для меня продюсерство здесь было лишь в том, понимая, что хотелось снять историю, которая действительно полезна и нужна. Именно детская история, детская сказка. И я понял, что без моего собственного желания, без усилий своих собственных, да, когда нужно поговорить с инвестором, прийти, показать себя, рассказать историю. Но для меня было важно, что основные инвесторы, которые взялись помогать этой сказке, самое основное, что они сказали, вот самое главное, сказал, ты знаешь, эту сказку должен посмотреть мой сын. Вот это было важно. Потому что, оказывается, не просто мой авторитет, который, может быть, существует среди них, симпатика к актеру. Нет, идея сказки о чем, про что, очень важна. Заметочка. В Голливуде есть подсчет актеров, которые максимально эффективно приносят на каждый вложенный в них доллар, приносят отдачу. Получается, что в российском кино этим актером являешься ты. Точка. Спасибо, что я только, наверное, не берусь. Ну, это я тебе говорю. Нет, 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 здесь огромное количество актеров представленных. Меня, кстати, здесь нет, но здесь есть практически каждый из них, вот кого не возьмем, даже вот это... Это большое упущение. Мы, кстати, входим... Я смотрю... Я маленький. Нет, на самом деле тебя видно, и вот практически каждый из них, кого не возьмем, они являются как раз те самыми актерами, которых я люблю и которые как раз... Ну, вот ты уходишь от вопроса. Ты понимаешь это или не понимаешь? Я привык работать, и для меня тоже не существует продукта. И даже я, как продюсер, изначально придумываю... Я здесь подхожу к проблемам выбора. Ты же понимаешь, где ты же отказываешься. Это интуиция. Ага. Интуиция. Вот. Интуиция. А интуиция, она основана на чем? На тех людях, которым ты работал, доверий, или... Я не думаю, что сценарий... Здесь все вместе. Доверие к тем людям, с которыми работал, но даже те, с которыми не работал, я иногда имею смелость отказывать. А есть вот чистая интуиция? Есть, конечно. Не надо. Есть. Вот чувство не мое, и все. А иногда нравится роль, и понимаешь, что и бюджет-то маленький. Ну, вообще, совсем. И вроде и режиссер только начинает. А тебе просто нравится роль, и ты понимаешь, что я все равно дам добро, я снимусь, и потом когда-нибудь это выстрелит. Хотя существует все равно такое мнение, что порой у меня были роли, вот что если бы, допустим, и бюджет бы, еще и режиссер бы был бы на уровне, то это было бы вообще великолепное кино. Приходилось спасать ситуацию. Но все равно я выбираю по принципу, нравится мне роль или нет. Вот понравилась роль. Понравилась роль. Чувство, что что-то... Не советуешься никогда? Что-то нежное. Я советуюсь самим собой. Всего несколько дней отделяют нас от выхода на экраны. Внимание. Дебют нового фильма Стивена Спилберга. Один из самых успешных режиссеров мира. Не побоялся в 65 лет пойти на эксперименты впервые в жизни снять анимационный фильм. Впрочем, перенести на экраны героя комикса Тин Тина он мечтал еще с 80-х. Но уж коль скоро очередь этого проекта подошла лишь сейчас, пришлось прибегнуть к новым технологиям. О том, удалось ли ему перешеголять Джеймса Кэмерона, узнаем у Ольги Кузнецовой. Голливуд будоражит от того, что техника захвата движения. В фильме про приключения репортера Тин Тина на шхуне Единорог получилось гораздо более сложной и совершенной, чем даже в нашумевшем аватаре. А если добавить, что для экранизации популярного бельгийского комикса свои силы объединили Питер Джексон и Стивен Спилберг, становится ясно, что нас ожидает настоящая сенсация. Стивен Спилберг ставит на нового фаворита. Искателя приключений Индиану Джонса потеснил газетный репортер-бойскаут Тин Тин. У этого паренька с бельгийской пропиской богатая биография. Почти полвека он распутывал шпионские заговоры и охотился за сокровищами. В комиксах художника-самоучки Эрже. Тин Тин был суперзвездой 20 века, но, к сожалению, только в Европе. Неполиткорректный Эрже любил смеяться над стереотипами. По Москве Тин Тин ходил в косоворотке, в Калифорнии курил трубку мира и общался с недалекого ума аборигенами. В результате комикс отвергли издатели многих неевропейских стран. Джейми, вы сыграли, вернее, с ваших движений срисовали Тин Тина. А в вашей стране этот комикс был популярен? Поскольку я англичанин, а Тин Тин родился неподалеку, в Бельгии, то волна его популярности просто накрыла наш остров. А в Британии был настоящий культ Тин Тина. Не скажу, что этот парнишка перевернул всю мою жизнь, но детство точно. Мне было шесть лет, когда я подсел на этот комикс. Я невероятно хотел стать Тин Тином. Когда я узнал, что будет сниматься фильм, я ни капельки не удивился, что его снимает Спилберг. Зато удивилась вся Америка. Что это за персонаж такой, со странным именем и безо всяких супергеройских качеств, который так увлек Спилберга, что тот на старости лет решил освоить сложнейшие анимационные технологии. А вот Европа ликует. Впервые в центре внимания всего киномира не Бэтмены и Робокопы, а герой-интеллектуал и его симпатичная собачка. Спилберга на премьере Тин Тина в Брюсселе чуть не почетные бельгийцы посвящают, а он адресует все комплименты с режиссеру Питеру Джексону, мастеру технических наворотов. Наше сотрудничество началось с того, что вот этот парень снял «Властелина колец», а я потом вручил ему за это Оскара. Вот так мы впервые скромненько встретились на сцене Кодека, перед тысячами зрителей. Не самая простая ситуация для знакомства. Было бы красиво сказать, что мы решили сделать вместе Тин Тины еще до того, как ушли со сцены, да? Но это, конечно, не совсем правда. Когда началась их совместная работа, ни о каких экспериментах Джеймса Кэмерона, сведя рядом аватара, никто и не слышал. Весь мир тогда восторгался чудом Питера Джексона, мерзким имбецилом Горломом из «Властелина колец», цифровым существом, все движения которого были скопированы с пластики актера Энди Серкиса при помощи сложной техники захвата движения. Спилберг принял революционное решение – подвергнуть всех актеров Тин Тина подобной цифровой обработке. Одна из причин, по которой мы так тянулись с Тин Тином, мы понимали, что в 80-е и 90-е у нас нет того технического минимума, чтобы воплотить историю в жизнь. Ведь это комикс, его автор 50 лет придумывал эти визуальные изыски, и мы тоже не имели права сделать кино с бухты-барахты. Техника захвата движения – это минимум, с которым можно подступать к экранизации Тин Тина. Все персонажи этого комикса – как поп-артовые фрески 20-го века. С обычным киношным арсеналом к этому не подступиться. Спилберг уверяет, что высокие технологии, помноженные на олдскульное лицедейство, дают поразительный эффект. Не страшно, что лица и тела актеров в таком кино покрыты толстым слоем датчиков. Актеры рады стараться попробовать себя в непривычном качестве. Кастинги подобных фильмов говорят самые массовые. Пусть после премьеры такого блокбастера и не проснешься суперзвездой. Вот Энди Серкис в Тин Тинни «Капитан Хеддок» давно уже научился извлекать пользу из этого положения. Вы – пионер в деле продвижения высоких технологий на экран. Вы буквально прочувствовали их своей кожей. И что вы думаете о том, что вашего героя Кинг-Конга или вашего героя Горлума узнают больше, чем, собственно, ваше настоящее лицо? Я думаю, я похож на Тин Конга. Это азы актерской профессии. Я меняюсь, я трансформируюсь. Это актерство в чистом виде, исключая всякое тщеславие. Это то, за что, в конце концов, я получаю деньги. Ну а вся структура строения тела и мускулатуры противного слезняка Горлума действительно моя. Кстати, второй Тин Тин уже на низком старте. Спилберг снова сядет в режиссерское кресло, если первая часть всем понравится. И, видимо, это скоро случится. Первые взрослые зрители Тин Тина жалуются лишь на одно, что им уже больше, чем по 12 лет. Не пропустите после рекламы то, что доктор прописал, или почему врач посоветовал ему сняться в комедии. Все мои герои – это я. Не такой уж я хороший актер, чтобы вживаться в чью-то роль. Мы выяснили, как Райан Гослинг отвлекается от своих депрессивных героев и следует ли предписаниям докторов. Если меня порой тошнит от самого себя, представляю, каково зрителям. Уж жениться не втерпешь. Теперь я уже созрел. Я не хочу быть более дядей Кевином для чужих детей. Я хочу стать отцом для своих. Гениального папу Кевина Спейси уже видел Иван Распопов. Почему в одну бригаду нельзя войти дважды? Из-за чего Сергей Безруков отказался сниматься в продолжении знаменитого сериала даже за рекордно большой гонорар. Я убежден, что многие бы сказали, ну как ты мог? Где твои друзья? В этом нету братства. Мы снова в студии программы «Кино в деталях», а у меня в гостях Сергей Безруков. Были случаи, когда тебя уговаривали? А, кстати, бригаду не уговорили? Нет, нет, просто есть убеждения, которые все-таки стараюсь следовать своим убеждениям. Конечно, советуюсь, советуюсь с близкими. Бригаду 2, я имею в виду, чтобы для зрителей, зрители понимали. Нет, нет, это уже, у меня так умерла, потом без такт не входить в истории. Надо что-то изменить в тебе внутри, чтобы ты дал согласие. Без такт не входить в истории, в которой уже не будет твоих друзей, с которыми ты снимался. Ну, это, наверное, не очень хорошо, когда ты идешь в продолжение, когда уже твоих друзей рядом нет. Нет, бригада 1, она была хороша как раз этой четверкой друзей. Там были 4 характера, которые были друзьями, 4 характера, самых разных. И их любили. Нашу четверку очень серьезно полюбили. И были поклонники у одного, у второго, у третьего, у четвертого. Именно поклонники, поклонницы, которые вот меня не принимали, и принимали, допустим, там, Володьку Вдовиченко, да, там, или только, там, Димку Дюжеву, или, там, Пашку Майкову. Вот только так вот, да, распределились. И входить в историю, в которой изначально существуют вот эти фанаты бригады, в которой ты входишь один, а где друзья твои? Я убежден, что многие бы сказали, ну, как ты мог? Где твои друзья? В этом нету братства. Если ты продолжаешь сниматься... А оно возможно в актерской среде? Я думаю, что есть. Есть, есть ощущение товарищества. Слишком много конкуренции, к сожалению. Потому что порой ты дружишь с людьми, или приятельские отношения с людьми, которые являются твоими прямыми конкурентами. Я этого не чувствую, потому что я стараюсь общаться абсолютно открыто, потому что я считаю, что конкуренции вообще не существует. Существует судьба. Ты либо сыграл эту роль, либо другую сыграл. На эту роль, допустим, претендовал твой товарищ, приятель, но он сыграет эту роль, потому что судьба так распорядится, а не ты. Именно судьба распорядится, а не потому что он какими-то там ходами... А были когда-нибудь истории, когда ты мог позвонить и сказать, слушайте, давайте попробуем меня. Вот я знаю, что мне интересно. Но давайте просто... Я понимаю, все в ваших руках, но хотя бы давайте попробуем. Нет, были ситуации, когда на волоске, знаешь, когда висеть на волоске, когда тебя вроде бы утвердили с другой стороны. И очень хочется, да? Очень хочется, но ты узнаешь, что пробуют других, и что есть сомнения, и ты... Ой, это ужасно! У меня небольшой опыт в этом, но я понимаю, о чем ты говоришь. Это ужасно! Ты понимаешь, что вот так настоять и упраживать нельзя, потому что неправильно, неправильно. Ты ждешь, ты доносишь через ассистентов, что тебе очень хочется сниматься. С другой стороны, унижаться тоже нельзя в этой ситуации. И сказать, возьмите меня, ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Потом еще внутри себя еще понимаешь, а чем он-то лучше, почему, по-моему, у меня же был. Поэтому ты сидишь и ждешь той самой судьбы. Вот если судьба распорядится, чтобы ты снимался, ты будешь сниматься. Если нет, не будешь. Есть еще свое собственное мнение на тот или иной вопрос, когда тебе предлагают, и ты вправе отказаться. Это тоже судьба, я думаю, что тоже актерская судьба, когда ты все-таки отказываешься от, может быть, звездной роли, или то, что тебе предлагают в той же самой бригаде в продолжении сниматься. Нет, не хочу. Главная роль твоя вот до сегодняшнего дня? Твоя роль, вот ты скажи, твой топ-топ-три роли, главная роль. Я не буду говорить, потому что найдутся те, которые скажут, нет, Сергей, мы эту роль не считаем. А при чем здесь другие? Твоя роль внутри себя? В каждой из них мне что-то нравится. Ты уходишь. В каждой из ролей что-то нравится, даже какая-то деталь. Только же не одна, три любимые, дорогие, за которых ты сказал, ох, как же я, вот молодец Безруков, айда Безруков, айда... Айда, сукин сын. Нет, не скажу, уйду от ответа и не скажу. Уйдешь от ответа. Может быть, впереди будет та самая роль, за которой... Ну, это, да, знакомо. Та самая роль, за которую... Ну, ради которой стоило, наверное, народиться, ради которой стоило закончить школу-студию МХАТ, ради которой стоило обучаться у великих мастеров, преклоняясь перед ними. И вот ради вот всего этого, вот, наверное, и стоило родиться. Ради той самой роли, единственной роли. Посмотрим, может быть, она впереди. Может быть, я ее уже сыграл, но о ней поговорим потом. А теперь наша традиционная рубрика «Люди в Голливуде» о том, как и чем живет кинематограф за океаном. Еще недавно он был очередным канадским Райаном, которого к тому же частенько путали с Рейнлидсом. Начиная с этой осени вопрос «Who is Mr. Gosling?» задавать просто неприлично. Только вышел на редкость неглупый ромком «Это дурацкая любовь» с его участием, как к штурму кинотеатров готовится нуарный «Драйв» – образец лучшей режиссуры по версии «Последнего Канна». Деликатный омаж председателю жюри Роберту Де Ниро и его таксисту, а также самый мейстримовый фильм Каннского кинофестиваля. «Драйв» – это коктейль из европейского арт-хауса, американского экшена и азиатского боевика. Если я берусь за работу, мне от вас нужно место и время. Чем вы занимаетесь, мне не волнует. У вас будет пять минут. На эти пять минут я в вашем распоряжении, но не больше. Райан Гослинг сыграл гонщика-каскадера, подрабатывающего по ночам таксистом для бандитов. На красной дорожке режиссер «Драйва» датчанин Николас Винденгрёвн трогательно выражал своему актеру благодарность. Еще бы, отхватил в проект того, кто значится одновременно в списках самых завидных женихов Голливуда и самых талантливых актеров поколения. Я всегда хотел сыграть супергероя, но эти роли доставались другим. И вот представилась возможность. В нашу первую встречу с Ником он сидел два часа, молча устаившись на меня, как на неудачном свидании. Оказалось, Николас принял какое-то американское лекарство и словил кайф. Поэтому он тупо пялился в пустоту перед собой, а потом попросил отвезти его домой. В машине я включил радио, и тут он как заорет. Я понял, про что этот фильм. Он про парня, который рассекает ночью по Лос-Анджелесу и слушает поп-музыку. Да! Вряд ли в голливудском пантеоне найдется другой молодой артист, которому бы пели панигирики с частотой выходящих релизов. Ни одного провала или хотя бы спорного проекта лестные похвалы от партнеров Энтони Хопкинса и Кевина Спейси. А ведь гостлингу всего 30. Лучший актерский возраст даже не наступил. Десять лет он снимался в проектах со средним бюджетом миллион долларов. В фестивальных хитах американского сандэнса. Начав с роли фашистовающего еврея в «Фанатике» и продолжив целой чередой персонажей категории «Найдберг». Это одна комедия и ни одного блокбастера. Если большие студии тратят 100 миллионов долларов на проект, они хотят быть уверены, что вернут доходы. Я не знаю, как подобное можно гарантировать, поэтому мне некомфортно работать с большими цифрами. Ничего не имею против мегабюджетов с кино, но независимые фильмы задают больше вопросов и не делают вид, что знают ответы. Знать ответы – это удел блокбастера. Он уступил этой концепции единожды. В карамельной мелодраме «Дневник памяти» именно с тех пор за Гослингом, нетипичным красавцем, следят восторженные поклонницы. Позже он скажет, что этот фильм благословил Господь Бог, подарив ему любовь актрисы Рэчел МакАдамс, а также кучу тинейджерских премий, среди которых сомнительная награда MTV за лучший поцелуй. Добавим мы. И словно в пику глянцевому успеху, он тут же снимается в сверхфестивальном кино за тысячу долларов в неделю. Это даже ниже профсоюзного минимума. Играет наркозависимого школьного учителя в драме Полу Нельсон. Мало кто, пожалуй, узнал бы о ней, но тут Гослинги неожиданно номинируют на Оскар. Голливудская номенклатура открывает двери. Знаете, в Голливуде многие работают по принципу «один фильм для себя, два для других». Но у меня так не получается. Гораздо больше мне дали проекты, в которые я верил, чем чуждые по духу картины. Хочется, чтобы было, как у тех ребят, что сняли «Ведьму из Блэр». Маленькое кино, которое ты делаешь так, как считаешь нужным, а люди его смотрят. Нетипичный путь к славе странного парня, выходца из семьи канадских мормонов, которого обучали дома, потому что в школе он чересчур оправдывал свое прозвище «Трабл» – «Бедовый». Подростком Райан Гостник выступал в американском аналоге «Детской фабрики звезд», открывшей Тимберлейка, Бритни Спирс и Агилеру. Он и сейчас дает концерты в перерывах между съемками, отвлекается от своих депрессивных героев. После любовной драмы «Голубой Валентин», блестяще разыгранной с Мишель Уильямс, врач посоветовал ему комедию. Я стараюсь пореже сниматься. Если меня порой тошнит от самого себя, представляю, каково зрителям. Все мои герои – это я. Не такой уж я хороший актер, чтобы вживаться в чью-то роль. Я просто достаю из себя черты своих персонажей и выключаю то, что не имеет к ним отношения. Не люблю интервью, всегда задают вопросы из серии «Зачем вам актерство?» Понятия не имею, но не могу этого не делать. Комедия «Это дурацкая любовь» – то, что доктор прописал. Образ плейбоя идет Гослингу не меньше, чем запутавшегося хорошего парня. И все же непритязательные ромкомы он оставляет Эштону Катчеру и Ижи с ними. После премьеры «Драйва» нас ждет политический триллер «Мартовские иды» о Джорже Клуни. И еще пяток суровых мужских фильмов про криминал. Девочки пока могут рассматривать снимки папарацци с новой подружкой. У Райана Гослинга опять служебный роман. Гангстерское кино и Ева Мендес – правильное сочетание. Смотрите далее в программе. Почему, по мнению Кевина Спейси, самая прибыльная профессия в Голливуде – это психоаналитик? Недостатка в перспективных пациентах у вас не будет, потому что Голливуд – это мировая столица всех самовлюбленных придурков. И как знаменитый актер стал командором Ордена Британской империи, выяснял Иван Распопов. Господь с вами! Или почему Сергей Безруков отказался стать еще и президентом России? Ты думаешь, кого мне предлагали сыграть? Президента. Мне позвонили, сказали, Господь с вами, перестаньте. Я говорю, ни в коем случае. И зачем в глазах кинообщественности он решил стать Иваном Дураком? Так «Безруков» просто как красная тряпка. Каждая новая роль, либо великий. Я вот специально сыграл Ивана Дурака. Мы снова в студии программы «Кино в деталях», а у меня в гостях Сергей Безруков. Ну так два слова, все-таки про елки. Про елки? Тимур предложил, я с радостью согласился, потому что проект, с одной стороны, говоря, коммерческий, продюсерский, новогодний. Прошлая история мне понравилась, сценарий мне понравился. Мне предлагали сыграть, как думаешь, кого мне предлагали сыграть? Президента. Мне позвонили, сказали, Господь с вами, перестаньте. Я говорю, ни в коем случае. Ни в коем случае. Президент. Но ты знаешь, что я вот сейчас ставлю себя на место Тимура, а это хорошее предложение. Я понимаю, но ни в коем случае. Иначе меня просто бы уничтожили все прессы, все возможные. И так без рук, просто как красная тряпка. Каждая новая роль, либо великий. Я вот специально сыграл Ивана Дурака, чтобы мне... Ты всех великих сыграл. Всех великих. Я вот на самом деле этого не понимаю. Пушкина можно, Есенина можно, президента нельзя. Вот, великие роли. Я говорю, вот тогда Иван Дурак. Хорошо, Иван Дурак. А ты сказал, ты знаешь, Сергей, он великий. Я говорю, с чем он великий? Прости, можно я тебе историю одну секретную расскажу? Фильм «Два дня». Текст. Мы на площадке. Я Рапопорт Смирнова. Текст. Ну, вот сейчас киношники приедут. У нас фильмы будут снимать о нашем Щегловиде. Ничего не позволю, все засрут, все сделают. Не будет этого, не будет. И Щегловидова, нашего любимого, вот этот ваш, безруков, будет играть. Он говорит, ну, между прочим, этот безруков, очень хороший артист. Мы, значит, на дыбы. Мы говорим, мы не будем говорить безруков. А Дуня говорит, ну, а чего такого? Мы говорим, ну, не будем, не хотим. В результате ты видел фильм, там, не знаю, заметил, не заметил, там получилось так. Это будет, ну, вот этот ваш любимый. Непонятно. Если бы такая фраза была в кино, вот твоя реакция, обиделся бы или что, что, как, как? Нет, нет, никаким образом. Потому что каждый человек... Мы боялись, что обидимся, обидишься. Человек имеет право на свое мнение, и у каждого есть свои... Это не мнение, это ты понимаешь, да, заваливают, пресса заваливает. Ну, как один человек, ну, не может талантливо. Это я тебе говорю, талантливо, и мое мнение, потому что я тебя обожаю, как артиста. Да, не может сыграть. Какой, почему, и Пушкин, и Есенин, уже с ума сошел. Он играл у кары, кого он играл, вы знаете эту историю. Думаешь, он совсем с ума сошел. Вот. Ой, ладно, это уже... А это только начало, понимаешь, ты думаешь, молодой, а впереди Лев Николаевич Толстой и так далее. Нет, 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 не хочу. Почему Лев Николаевич Толстой нет? Во-первых, сыграл гениальный Герасимов. Не хочу. И потом, есть роли, которые тебе близкие, допустим, если говорить о Моцаре, Пушкин и Есенин. Они все похожи, действительно. Ну, поймите, что они, во-первых, они все одного роста. Одного роста. Они были маленькие, маленького роста. По темпераменту, по хулиганству своему, действительно, один и тот же человек. Что Пушкин, что Есенин, что Моцар. Они очень похожи, как один и тот же характер, через века прошедший. Один и тот же характер. Вот так можно посмотреть. А действительно, похож, похож. Внешность только другая. Время – другое, век – другой. Мода – другая. А так практически один и тот же характер. Взрывной, хулиган, обаятельный. Если тебя побрить, ты можешь сыграть вот с этим носом, вот этой частью. Можешь сыграть Маяковского. А Маяковского – нет. Маяковский был высокий. Потом есть... Ну, ты же знаешь, это магия кино. Немножко эпплбокс и немножко точка сверху. Нет, нет, нет. Вот привязанность при страсти, когда вот нравится, когда стихи нравятся, когда чувствуешь. Можешь, я пришел, приносит гениальный сценарий Маяковского. Ты откажешься? Думаю, что да. Конечно. Конечно. Не мое. Не мое. Тут опять же та самая интуиция. Вот это мое чувство. А я режиссер, я пытаюсь, я говорю, Серж, вы же артист. Что значит, не ва? Нет, вот здесь я откажусь. Вот я откажусь. Ты что-то пойдешь, ты что-то скажешь. Вот и все. Ну, как не мое. Я не понимаю слов «не мое». Не мое. Ну, не чувствую, не понимаю, не берусь, не возьмусь. Вот то, что понимаю, чувствую, да, попробую. Здесь нет. Нет. Не близко. И поэтому деликатно скажу «нет». Может быть, в следующий раз позвоните, может быть, посмотрим, там, другая роль с удовольствием поработать. От Маяковского окажется. Да, поэтому, к сожалению, к сожалению. Вот, так что самые главные роли еще впереди. Серж, ну, приглашай на премьеру сказки. С удовольствием. Правда, Ирина снималась. Да, она сыграла Василису Премудрую, потому что я вспомнил замечательный анекдот, что вышла замуж Василиса Премудра за Ивана Дурака и стала Василиса Дурак. Я вспомнил, и тем более, что мне, как продюсеру, мне было очень важно, чтобы нас издествляли Иван Дурак и Василиса Премудра. Ну, конечно, это вот семья Безрукова Еремене, Сергей Безрукова. Это вот та самая сказочная семья Иван Дурак, Василиса. И вот они живут среди нас. Они среди нас, вы их можете увидеть. А кто они на самом деле? Они те самые персонажи, которым очень больно, когда паренек говорит, жалко, что вы из сказки ушли. А я на балконе, жующий семечки, в майке ВДВ, полосатый, с наколкой ВДВ, под горшок стрижка. А как хотел, Саня, вы нас верить перестали, вот и все. Тяжело, когда в тебя не верят. Да? Ну, всего хорошего и удачи картине. Спасибо, что пришел в гости. Спасибо. Через несколько дней на наши экраны выходит гениальный папа с Кевином Спейси. По-моему, слово «гениальный» распространяется на все его роли. А чем папой он оказался на этот раз, узнаем у Ивана Распопова. В «Гениальном папе» Кевин Спейси играет предпринимателя, который изобретает товары, пользующиеся огромной популярностью. Но однажды одно из его изобретений калечит тысячи покупателей. И Роберт Аксель, герой Кевина Спейси, на 8 лет попадает в тюрьму. Освободившись, он желает восстановить отношения со взрослой дочерью и разобраться с бывшей женой. Ты надругался над моими рыбками. Выбирай, по лицу или по яйцам. Да ничего я с ними не делал, только обустроил их быт. Я еще и картину... По лицу или по яйцам! Играть в несчастливые семьи – это, можно сказать, конек Спейси. За роль Лестера Бернема в «Красоте по-американски» он получил свой второй «Оскар» как лучший актер. И, наверное, все, кто видел эту картину, разделяют мнения американских академиков. Этот кризис среднего возраста в кино, пожалуй, самый убедительный. Моя жена и дочь считают меня законченным неудачником. И они правы. А вот про личную жизнь, про личную жизнь Кевина Спейси, а не его киногероев, широкой публике ничего не известно. Он самый закрытый актер на голливудских холмах. Даже всезнающим папарацци не удается ничего выведать. Журналисты хотят говорить только о ваших любовницах. Они хотят знать всю подноготную вашей жизни и считают, что имеют полное право на это. Понятно, у нас свободное общество, но эта же свобода дает мне полное право на любой их вопрос ответить «нет». Я хочу говорить только о своей работе. Все, что находится за пределами этой темы – мое личное дело. Хотя я понимаю, им нужно продать журнал. Но не исключено, что если обо мне напишут что-то совсем запредельное, например, что я расист или занимаюсь ограблениями, вот тогда я однозначно пойду в суд. Впрочем, с ограбления все и началось. Он ограбил подружку Джека Николсона, беременную Мэрил Стрип. Так, быстро складывайте все в эту сумку. В 86-м году с этого эпизода в картине «Ревность» и началась кинокарьера Кевина Спейси. И надо сказать, что в дальнейшем он преуспел и в делах семейных, и на криминальном поприще. А в фильме «Обыкновенный преступник», на котором выступил также и продюсером, даже совместил образ примерного семьянина и криминального авторитета из Дублина. Правда, это одна из немногих работ актера, которая так и не была отмечена никакой наградой. Зато в 99-м году, когда снимался «Обыкновенный преступник», британский «Эмпайр» назвал Кевина Спейси лучшим актером десятилетия. Любовь с Великобританией у Спейси взаимная. Коренной американец в 2003-м он в один момент уехал на британские острова, в Лондон, где и возглавил театр «Олд Уик» и говорил, что это то дело, которым ему приятно заниматься. The time to come! Британцам было не менее приятно, что они подтвердили, присвоив актеру звание командора Ордена Британской империи. Лица, не являющиеся гражданами Великобритании, крайне редко удостаиваются этой награды. В Голливуде полно психиатров, гребущих деньги за свои консультации. Я имею в виду, что если вы психоаналитик, то недостатка в перспективных пациентах у вас не будет, потому что Голливуд — это мировая столица всех самовлюбленных придурков. Поэтому мне хотелось осесть где-то в другом месте. Последние 10 лет, перед тем, как переехать в Лондон, я был в постоянных разъездах, снимался то там, то тут, а у меня, как и у многих актеров, была постоянная жажда стабильности своего собственного места. Это театр, это самое место, где можно чувствовать себя востребованным, и, не боясь провала, браться за любые эксперименты. Но, конечно, ни о каком бегстве этого оскароносца из Америки говорить нельзя. Кто ж его отпустит? В Голливуд он вернулся и в «Возвращении Супермена». Я хочу того, чего хотел Прометей. Это замечательно, но ты ведь не бог. И в картине «У моря», где он не только сыграл одного из своих любимых исполнителей Бобби Деррина, но и которую поставил как режиссер. Своим хорошо поставленным голосом с журналистами он по-прежнему хочет обсуждать только вопросы работы и проблемы искусства. А что касается личной жизни, то комментарий будет очень коротким. Вы знаете, по-моему, я однажды был близок к этому, хоть к женильбе. Но теперь я уже созрел. Я не хочу быть более дядей Кевином для чужих детей. Я хочу стать отцом для своих. Пожелаем дяде Кевину, чтобы вслед за своим героем из «Гениального папы» он стал таким же замечательным отцом и в реальной жизни. Со своей стороны, можем пообещать, что не будем доставать вопросом о супруге. Только об искусстве. Как и договаривались. На сегодня все. Мы увидимся с вами ровно через неделю на канале СТС. А пока сходите в кино. Субтитры сделал DimaTorzok